Радиоболтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии программа «Без антракта», в студии Радиоболтком, программа «Без антракта». Это я, ее ведущая, Евгения Шерменева. И у нас сегодня онлайн из Хельсинки Алексей Юдников. Леша, ты слышишь меня? Тебя слышно? Да, да, я слышу. И я тебя слышу. Спасибо большое технике, которая нас соединила. Да, да. С Лешей мы виделись в последний раз несколько лет назад в Москве, в Театре ДОК, где Леша играл несколько спектаклей, Алексей. И сейчас вот мы из разных городов Европы, европейских стран общаемся друг с другом в силу обстоятельств. У меня личного выбора, у Алексея, я так понимаю, вынужденного выбора, переезда сейчас в Финляндию. Да. Да. Но мы договорились... Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Я просто тут, наверное, немножко с опозданием, да, поэтому я чуть-чуть тоже торможусь. Да, будет немножко из-за связи у нас подвисать, поэтому будем говорить друг с другом медленно, чтобы слышать друг друга и давать паузы для ответов. Леша, мы договорились с тобой поговорить сегодня в конце марта о Театре ДОК и о том, как... Мне просто очень хотелось, потому что я, по-моему, год назад тоже об этом вспоминала, и каждую весну я об этом вспоминаю в преддверии 1 апреля, когда не стала Миша Угаровой. И мне кажется, это очень важно вспоминать и говорить о том, что и Михаил Юрьевич, и Елена Анатольевна сделали в Москве с Театром ДОК, как этот театр стал театром языка правозащиты в какой-то степени, как этот театр первый начал говорить о проблемах в обществе, как этот театр поддерживал тех, кому было трудно. В общем, стал в какой-то степени и публицистическим, но при этом остался театром, на самом деле, в котором работали актёры, где писались пьесы, где театр сохранял свою театральность. Да, тут с этим я полностью согласен. Я просто... Знаете, это вроде как прошло, я даже не понимаю, что прошло уже сколько лет, ну так всё быстро происходит, особенно сейчас, в последнее время, что кажется, что будто бы уже, не знаю, сотни лет, у меня такое есть ощущение, вот за последний месяц, а уже на самом деле месяц это всё длится, ну я имею в виду война, мы можем здесь говорить, называть вещи своими именами. И на фоне этого события, которое перекрывает всё, всю прежнюю, мне кажется, жизнь, и отменять многие планы на будущее, вернее, таким образом корректирует, что кажется, что ты сейчас находишься только здесь и сейчас, вот в этой точке, и больше как будто бы ничего не было. И самое вдруг, ну то, о чём я вспоминаю, сказали мне, я оказался за пределами России, в которой я прожил с некоторыми перерывами, ну в общем практически без выезда, постоянно, можно сказать, около 30 лет, и являясь при этом гражданином Украины, так сложилось. Я вдруг понимаю, что теперь я, не знаю, наверное, думаю, там будет дальше, я такой отрезанный от всего, от всех связей, я такой иммигрант, не знаю. Эти все слова, мне кажется, не про меня, я всегда их слышал, вот, что-то там, эмиграция, вот, один из моих любимых, Владимир Владимирович, я, конечно, не тот и другой, а тот, который Набоков, какой-то, ну не знаю, у меня, благодаря ему сформировался образ человека, который, тех, кто русской культуры, живущего за границей, в силу вот этих вот вихря обстоятельств и сохраняющий то, что, ну не знаю, наверное, суть понятия русского интеллигента, я сейчас это делаю в кавычки, поскольку сейчас, мне кажется, все понятия подвигаются к такому тотальному пересмотру, ротации. Вот, но возвращаясь к вашему вопросу, я вот понимаю, что основной какой-то пуповиной, которая, ну, меня связывает с Москвой, с Россией, со всеми этими нулевыми и десятыми годами, которые как-то пролетели, как будто бы за несколько дней. Это вот театр «Дог», с которым я с самого его основания в 2002 году сотрудничаю, и, конечно, его лидеры-основатели Михаила Юрьевича Елена Анатольевна. И тогда, когда все это начиналось, в начале нулевых, не было и близко такого ощущения, что это станет чем-то настолько значительным. И кто-то где-то, я не помню, в какой-то из статей, уже когда дом был в рассвете, уже все о нем говорили, и все знали, кто-то написал интересный такой, я не помню, как это точно звучало, оборот, что если по количеству пространства, квадратных метров, просто квадратуры того подвала на Трёхпрудном переулке, который занимал старый тот самый первый «Дог», и если на это наложить, скажем так, то влияние, которое оказывает, ну даже упоминание, так или иначе, в СМИ, тот «Дог» – самый влиятельный театр Москвы, уж точно. Концентрат такой, да? Да, большие, огромные театры. Абсолютно да, вот выяснилось, ну что я как бы, ну не знаю, мы все, кто так или иначе был с Театром «Дог», свидетели действительно вот того, наверное, что было, ну это сейчас, я не то, что сравниваю, но по сути, наверное, это приблизительно то, что было, время покажет еще, что когда первые, те самые мхатовские актеры под руководством Станиславского и Немировича Данченко создавали театр, а как оказалось, создали вообще, в принципе, не просто один конкретный театр, а целое направление в искусстве, ну, с мировым значением. И я думаю, что театр «Дог», наверное, ну для меня лично, я говорю только за себя, но вы знаете, я вот сейчас, оказавшись здесь, в Хельсинки, для меня театр «Дог» – просто упоминание, что я актер, причем они, ну как бы тут нет такого, что служишь в театре «Дог», потому что у этого театра нет трупа, нету своего, как сказать, вообще, токум и помещения теперь, ну, оно все время меняется, все мерцающее, это абсолютный, такой театр, как выяснилось, странник, в каком-то смысле, театр в метафизическом смысле, это слово. Ну, и светлячок, мне кажется, такой. Да, да, как вот слоган его, который, мне кажется, нравился, Михаил Юрьевич, театр, в котором не играют, хотя это, с одной стороны, нонсенс, а ксюмарон, как театр, в котором не играют, в это вкладывались слова, ну, в эти слова, очевидно, смысл, как мне кажется, что не, скорее, не наигрывают театр, в котором не врут, потому что актерская игра, она ему предполагает, ну, тут... Все равно игру. Хитрая подмена, да. И Михаил Юрьевич, в этом смысле, может быть, ну, многим казалось, и мне тоже, лишний наивный человек, который изобретает велосипед. То есть, ну, что значит не играют? Ну, не может быть такого театра, в котором не играют. И вообще, вот он говорил про некую позицию нуль, когда актер выходит на сцену, и он полностью пуст, как лист бумаги, чист, абсолютно, и первоздален. И все, что дальше будет с ним происходить, он просто будет ретранслятор, скажем так, текста, написанного драматургом, причем не из головы, не из своей фантазии, а согласно технике Вербатин, которую, в основном, в первые годы своего формирования театра ДОК активно продвигал, то есть техники практически интервью, такой верификации записи жизни, как вот, ну, голоса улиц. То, чего не было в других театрах и подавно на тот момент. То, что многим, я знаю, скептически оценивалось, а некоторыми и высмеивалось, что, ну, подумаешь, сейчас мы пойдем все с диктофонами, в массы, вот эти все хожения в народ, они уже были, ничего такого они не принесли, если это идет в народ не чехов там и не люди такого уровня, то это все будет просто болтовня и графомания, но вот, как оказалось, и тому подтверждение, целое поколение драматургов, которые были выращены, ну, как сказать, развились именно благодаря театру ДОК, это говорит о том, что вот этот способ слушать жизнь, да, который часто, ну, вроде как идет вопреки законам преподавания театрального, скажем так, мастерства, режиссуры в вузах. Я проучился, так получилось, в своей жизни в трех разных учебных заведениях, в Санкт-Петербурге, в Москве, довольно известных, там, школа-студия МХААП, ГИТИС, и мастера у меня были, там, и Игорь Горбачев, такой ленинградский, питерский, известный актер, в свое время худрук Александринки, когда он назывался в советское время театр имени Пушкина, и Лев Константинович Дуров в Амхате, и вот Марк Анатольевич Захаров, как бы, что называется, не у последних мастеров, прямо скажем, я учился так или иначе театру, но поэтому, когда я пришел в театр ДОК и увидел на тот момент еще довольно моложавого Угарова и слушал его речи, и я, и моим однокурсникам, которые также связались с театром ДОК, казалось, ну, вот, немножко что-то есть в этом такое, ну, наивно, как сказать, романтическое, романтическое, не ахитское, знаете, как человек для себя открыл что-то, что до него уже существовало, и, ну, пусть говорит, но довольно быстро это улетучилось, это ощущение, потому что вдруг стало понятно, что, знаете, это удивительная вещь, ну, ни одному из своих там руководителей, педагогов, другов, в разных театрах я поработал и выходил на прославленные великие сцены, но, конечно, ни одному из таких режиссеров, ухудруков, я не мог сказать что-нибудь вроде Михаила Юрьевича, а, как его, ну, не знаю даже, как вот, во-первых, ну, я на вы с ним всегда разговаривал, но я мог его подкалывать, мы здесь шутились над ним, это было удивительно, и самое главное, что он не просто там это позволял, он смеялся с нами, он иногда так деланно, картинно чуть-чуть возмущался, что вы себе позволяете, там, Юрьевич, я, ну, я вообще-то, да, что ему нравится, что с ним актеры общаются как-то, ну, как, я не знаю, ну, это была такая справедливость, равенство, творчество, правильно я понимаю, для него? Да, 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 не было вот этой напыщенности, а пломба, значит, не просто мастера, художника с большой буквы, а еще и руководителя, но все равно есть эта субординация, и как ни крути, вот это отношение, причем оно взаимное, отношение к худруку, художественному руководителю, главрежу, главному режиссеру, как к начальнику, и это ведь не случайно, что, ну, что театр, это такая модель, в принципе, общества, да, да, иерархия, абсолютно выстраивание вот этих вот вертикалей, где он все решает, к нему нужно определенным образом, так сказать, подойти, найти подход, не найдешь подход, не удержишься, не получишь роль, вот это вот пристроиться, грубее говорят, подлизаться, это очень важно, выстроить с ним правильные отношения, потом, понятно, вот эти понятия фаворитов, любимчиков, здесь это напрочь отсутствие, было бы, конечно, честно говоря, смешно, ну, в этом подвале, который выглядел более чем, ну, сказать, что он выглядел демократично, это ничего не сказать, просто, ну, подвал, который сами, руками отмыли, да, руками отмыли, покрасили, как могли, очень наивно, просто, то есть не было нанятых рабочих, как многие люди брезгливо называют, значит, специально обученные люди, ты не трогай мусор, сейчас придут специально обученные люди, уберут, вот это вот такое покровительственное, особенно некое нарицательное, типа, ну, сейчас специальные таджики это сделают, что ты делаешь, вот это все своими руками, а руки это были Александра Родионова, Ивана Варипаева, то есть, ну, людей, которые во многом тоже определяли, то, что называется. это был общий дом, я так понимаю, который создавался вместе, и потом в нем жили вместе, кто-то уходил на другие, в другие площадки, на другой, в другой мир, как бы, да, с другими возможностями, кто-то продолжал здесь, кто-то возвращался периодически, насколько я помню, потому что вот этот глоток свободы и такого равенства, вообще, это были, да, свобода, равенство и братство, такие абсолютно французской революции лозунги, по-моему, там были в театре Доксик, есть в театре Доксик, да. По сути, помимо этого, я бы еще добавил, что удивительно, ну, как сейчас говорят, эмпатия, не знаю, какая-то человечность, то есть каждый, кто столкнулся с системой в лице театра, а театр также отражает всю эту бюрократическую систему, это неплохо, нехорошо, это данность, ты приходишь, там, в некий конкурс творческий, тебя отобрали в театр, так или иначе, дальше ты идешь в бухгалтерию, там уставятся в этот, как это называется, решительское управление, документы и так далее, здесь этого вообще ничего не было, не было никаких гарантий, ты репетировал, не получая за это ничего, никакого соцпакета, это просто, что называется, вроде типа собрались и, так сказать, по любви все, не доброжелателей, но звучало такое, что, ну, ребят, самодеятельность, что вы там, это детский сад, но в этом детском саду, который себя, в общем, не сильно-то я отрицал, как детский сад, да, детский сад, отчасти, в этом детском саду, как можно пафосно сказать, формировалась повестка современного, актуального театра, причем, ну, как бы на том уровне мировом, потому что в свое время в качестве такого делегата оттуда и с запада был не последний тоже человек, Стивен Долдри, режиссер Ройл Корд, значит, британского театра, который, в общем, в каком-то смысле принес как-то споры такого, значит, семена этого, этой традиции, да, он как бы, да, принес эту идею вот этого вот театра, верите, если можно сказать, ну, вот вербатина, да, попытки искать здесь все, ну, как бы это отражает отчасти там традицию Левого, как режиссер Кен Лоуч и так далее, вот этого социального кино, и мы все смотрели, я помню, в горках ленинских, в доме, где Ленин жил, вот эти вот, знаете, ну, как жил, последний там, умирал, великий дедушка Ленин, вот эти вот кресла, как в Кремле, накрытые белыми попонами, и мы все сидели, и Угаров там, и Миша Дурняков, Ксим Курочкин, многие вот сидели и смотрели на видео, по-моему, может, это был компакт-диск, а может быть, ну, в смысле CD, а может быть, DVD, а может быть, это было даже кассета, мы смотрели фильм Стивена Долдри, Билли Эллиот, про мальчика из маленького шахтерского города, где-то там, на севере Британии, который вдруг из семьи, без матери, со старшими братьями, которые все шахтеры, значит, все такие брутальные дядьки, покрытые угольной пылью, и он вместо секции бокса, которые его определили, как положено, нормальному пацану, он вдруг начинает тайком от семьи, от всех своих друзей ходить в секцию балета, где нет ни одного мальчика, потому что в этом городе, говоря нашими, так сказать, словами, это западло, ну, как бы, парню ходить, быть балеруном, а он становится балетным танцовщиком, ну, это такая история, как бы, про такого гадкого утенка, и он становится как раз там в финал, кульминация этого фильма, где он на сцене, значит, какого-нибудь лондонского театра блистательно выбегает в партии умирающего лебедя, то есть, вот, то есть он добился успеха и всего-всего, и эти братья, которые чуть не убили его за то, что он совершил такой выход, равный камин-ауту, да, как бы, сидят в партере и, значит, вытирают слезы, ну, как бы, восхищение, что называется, нас размазывают по своим шахтерским, пропитанным угольной пылью лицам, и это такая, ну, это было вот, ну, такое вот, что называется, мы потом обсуждали, что это вот попытка такого, как сказать, ну, выбора тем для, для пьес, для спектаклей, для фильмов, темы, что называется, снизу брать, вот оттуда. Нахождение нового героя, да, тоже, нахождение нового героя. Проблемы, вот, многих, так сказать, ну, российского, например, кино, тематика, ну, там все, как бы, криминал, менты, все вокруг этого и крутится, ну, грубо говоря, полицейские истории, детективы, либо какие-то семейные драмы. Слащавые драмы, да. Да, никто, никто не ходил туда, что называется, в народ, боясь, называя это словом из каких-то там девяностых, чернуха. Что вы нам про бомжей, наркоманов, мы это и так видим, значит, в жизни, в подъездах этих обосыных с выбитыми лампочками, мы хотим в театр прийти, как в культурное место, отдохнуть, посмотреть историю, с хорошим концом, чтобы нам, ну, такой запрос, я не хочу развеяться. Такой ненастоящий немножко, да. То есть настоящего нам... Называть там мещанским. Ну, да, есть такой запрос, что сделайте нам красиво и комфортно, что мы в театре отдохнули. И этот запрос, он понятен. Люди, как говорится... Людям нужна сказка. Измордованные, да, свинцовыми мерзостями бытия, они приходят в театр, как в такое место, наподобие музея, где они посмотрят картины старых мастеров, вот это, fine arts, что называется, великое искусство. Умиляться, как бы, вот этому созвучию, или послушать классическую музыку, там, да, в опере или в балете. И таким образом ощутят свое, ну, единение с искусством, с большой буквы И, да, с неким великим искусством. А тут им показывают в подвале, что уже странно, по сути, как бы, являясь словом андеграун. Где пальто висели, где пальто висели все в кучу. Да, просто в кучу, где толком ни билетов отрывных, где буфета нет вообще как класс. А это же для многих часть посещения вот этого ритуала театра, в антракте, пойти там какой-нибудь шампанское, шоколад, бутерброд с красной икрой. А тут не то, что антракты, какие-то, ну, как в душном этом подвале, поскольку набивалось людей, я вот лично умудрялся, утрамбовывая таким образом стулья, я расставлял на наш спектакль «Зажги мой огонь», который тоже там пользовался бешеной популярностью, когда он шел в этом подвальчике на трехплубном, расставляя стулья таким образом, чтобы вмещать, включая людей, которые будут стоять в проходе, это как игра в тетрис такая, в пятнашке, таким образом сокращая пространство между стульями, чтобы люди сидели, как говорится, задница к заднице так плотно, чтобы туда умудрялся практически 100 человек, хотя, в принципе, если так вот вольготно, ну, там 60 максимум людей, это чтобы сидеть, ну, нормально. Но на кислород же тоже набивалось по 100 человек. На кислород, вот да, вот я говорю, на такие... На кислород Ваня Вырыпаева тогда, да. ...китовых спектаклей, да, на которые нужно было... И, конечно, речь о комфорте не шла, но люди спрессованные вот в этой вот ситуации... Но никто не замечал этого неуюта. Да. Люди выходили, говорили, прошло там 2,5-3 часа, такое впечатление, что просто они уходить не хотели. Вот я это... Видел, что и мы со сцены не хотели уходить, и, ну, как бы, нам уже хватит, мы устали, мы говорим, идите домой, я прям прямым текстом... Это в «Зажги мой огонь», да, ты, по-моему, у вас же такая была история без конца, она была... Как бы, когда она заканчивалась, тогда заканчивалась. У нее не было финала. Ну, завершали формальным ходом, который я заимствовал, ну, отчасти из Монтипайта, придумав себе вот этого импультианина, который выходит, и формально, как бог из машины, говорит, типа, все, на этом спектакль заканчивается. Идите домой, говорил я космическим голосом робота. Вас ждут ваши семьи, и никогда больше не ходите в театр. Не балуйтесь, добавлял. И, в общем, под музыку этот самый «Мерседес Бэнс», кавер-версии танцевальной Дженни Зоплин, мы там скакали, прыгали, вместо поклонов чинных, естественно, мы там просто устраивали какой-то нижний брейк и что-то в этом духе. И люди в зале тоже стояли и не хотели расходиться. После этого накрывался стол, и все, кто хотели, оставались и просто, ну, как-то так, пировали. То есть невозможно было взять и просто после этого переодеться. И по домам. И поехать по домам. Да, просто невозможно. Ты подключился к какой-то такой мощной, я не знаю, электростанции, что того заряда, ну, вот, как сказать, раскручили маховик внутри тебя, он не мог остановиться еще там, не знаю, несколько часов. Поэтому мы досиживали еще какое-то время, расходились уже там, кто как по домам, ну, вот, доезжали, иногда там кто-то шел кому-то ночевать, потому что опоздали. Но невозможно было после этого разъехать. Я это к тому говорю, что, ну, поработав в разных других театрах и параллельно работая с театром ДОК, потому что это не могло быть основным местом работы, этот театр не про деньги, там не только не играют, но толком и не... Зарабатывают. Какой-то гонорар, просто деля его по-братски вот деньги за билеты, вот и все. Ну, и оставляя некую там десятину на аренду помещения и так далее в фонд театра. Все, но дело было не про это. Зарабатывают деньги в других местах, снимаясь где-то там, в сериалах, как это называется у актеров, говносериалов, ну, неважно. Это качество разное было. Надо сказать, что вот Елена Анатольевна активно сотрудничала и вырастила еще помимо, так сказать, ну, драматургов вырастила киносценаристов. Те, кто пишет тексты, диалоги, под ее началом целая тоже была артель таких людей. Но надо же вспомнить, что все-таки и Михаил Юрьевич, и Елена Анатольевна были те, кто придумали вместе с Гребневым один из первых самых крутых сериалов постсоветского времени «Петербургские тайны». Да, да. Ну, то есть они просто реально сделали какую-то... Да, да, да. Это была их работа, и это был такой сериал, который, по-моему, смотрела вся страна в начале 90-х. И это была их работа. Поэтому, поэтому, конечно, они умели это делать точно. можно говорить о театре «Док», можно, так сказать, по некоторым направлениям, по-разному о нем говорить. Вот о неком таком театрально-методологическом. Вот мы говорим, ну, я, например, сейчас разглагольствую о том, как там все было устроено, и какой это был опыт уникальный, там, во всяком случае, для России, наверное, такого независимого, полностью независимого от государства театра, что тоже не... Я имею в виду финансово, поскольку государство таким образом имеет всегда, ну, как бы сказать, такое... Влияние. Да, имеет влияние. Это как такой включенный, врожденный порог внутри каждой такой институции. Можно всегда сказать, что мы вам, извините, деньги даем, а вы нас еще и критикуете. Хотя это, на самом деле, во всем мире так и происходит. Да, театры, это часто донационное в каком-то смысле. Ну, во всех странах по-разному, просто на разном расстоянии государство находится. Да, да. Но идеологически, как бы сказать, вы делаете, за наши деньги мы хотим получать то, что вы... Но это извращение полное, которое внедрялось на протяжении последних 20 лет в России. Но в этом случае театр-дон был точно уж уникальным, который не получал ни копейки, а государство был полностью на самоокупаемости и на каких-то меценатских, может быть, пожертвований. Но я хочу сказать, все-таки, Леш, что часть власти была какая-то разумная и понимала, что это необходимо, потому что все-таки Швецова поддерживала эту историю и давала на определенных... Этот подвал в центре Москвы, он все-таки был выделен правительством Москвы на определенных условиях. И я помню, что потом я приходила к Елене Анатольевне, она мне говорила, у нас была Швецова. Она пришла, посмотрела и сказала, что-то маловато у вас места. И прирезали еще дополнительное пространство, я помню, там на Трехпрудном. Да-да, комнату еще соседнюю, где какие-то были офисы. Да-да-да. А две там комнаты. Да, там появилось дополнительное пространство для жизни какой-то. Ну да, у нас появились, что называется, как это, закулисья. Так его не было. Фойе не было, был некий предбанник, он же условно фойе, куда люди заходили. Была, собственно, зал, он же сцена, и зрительный зал, и площадка, это большая комната. И была маленькая коморка, это была, собственно, и гримерка, и условная закулисья, где там складывались какие-то костюмы, реквизит. Ну, какой у Театр Дог реквизит, который там под трем чемоданом, в общем, можно распихать. И вдруг появилась, я помню эту историю, я даже недавно ее выкладывал в Фейсбуке, это некое воспоминание, я помню, там 11-12 лет назад, что это был, Елена Анатольевна решила театрализованное присоединение этих новых, да? Да, это же присоединение того пространства, которое было абсолютно офисное, там стали такие скучные, обтянутые дермантином, такие вот, ну, как скучные, в смысле, очень такие соревновные диваны, условно, сейчас бы я сказал, приближительно, вернее, сказал бы, наподобие икеевских, теперь икея, это ретро, и, в общем, я не знаю, роскошная, да, как винтаж, ну, вот, да, какие-то столы тоже такие, что-то там было переговорное, какая-то вот такая, и все это вдруг стало нашим, теперь, пространством для репетиции, или даже некой малой сценой, вот, и чтобы это открыть торжественно, Елена Анатольевна сама нарисовала на листе ватмана котел, отсылая нас к золотому ключику, значит, когда там Буратино протыкая носом этот ветошь, этот нарисованный котел попадал в свой театр, о котором мечтал, по сути, это такой парафраз любого такого начинающего режиссера, там, не знаю, руководителя театрального процесса, да, обрести свой театр, ну, в виде какого-то помещения, и вот у нас появилось это помещение, потом как-то, я не помню, мы вместе с ней, в общем, я сделал из такого же ватмана конус, склеив его, этот нос на резиночке, который я надевал, Буратино, у меня был колпак, там какие-то гольфы полосатые, ну, вот как это из сказок, в общем, она говорит, Алексей, вам важное задание, будем торжественно, не перерезать красную ленточку, а вы будете носом протыкаем, ватман, на этот нарисованный котел, и таким образом мы войдем через эту дверь, которая всегда была заблокирована внутри театра ДОК, войдем в наше новое пространство, расширяющееся, как пятое измерение, как будет у нас, как у Булгакова, да, там, но тут стала проблема, что техническая, которую ни она не предполагала, ни я, что даже на тонкий лист бумаги картонным конусом, значит, носа не проткнешь, а уж ватман, ну, это плотный такой, почти картон, значит, как это сделать? Ее шедевр, собственноручно, красками, акрилом, или большим нарисованием, значит, котелом, с огнем, да, который висит в очаге, да, 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 как это проткнуть? Я там вмонтировал иголочку в острие этого носа, он все равно, ну, как бы, он пичет, даже если натянуть ватман, это с трудом можно его проткнуть, ну, и что дальше? В общем, мы решили разрезать шедевр пополам, и таким образом я как бы раздвигал, как занавес. То есть вы все-таки сделали театр? Да, 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 мы серьезно Селена Анатольевна разрабатывали, потому что там уже стоит толпа, ну, прям набившаяся в предбанник театра ДОК, значит, всех, кто сотрудничает, условно, пул драматургов, актеров и так далее, ждущие торжественного ответа, и, собственно говоря, это было как раз в конце спектакля, после спектакля «Зажги мой огонь», решили так торжественно отметить, там было закуплено какое-то, условно, фуршет, ну, что-то, и вот мы это решали в последний момент, сделали, все зашли, такая была радость детская, и я сейчас об этом вспоминаю, как, ну, когда казалось, что это, ну, просто пустяковая штука, что мы имеем счастливую возможность, занимаясь разными серьезными делами, вроде как вот так дурачиться, и поскольку худурки у нас, что Елена Анатольевна, что Михаил Юрьевич, такие немножко несерьезные, такие непартикулярные, да, без пиджаков, каких-то галстуков, я просто, ну, помню, как выглядят художественные руководители, директора театров, там, заведующие режиссерским управлением, как правило, люди, подающие себя, и какой-то Михаил Юрьевич, который вечно в каком-то свитере или кофте, вечно, значит, С кружкой чая и сигареты. С кружкой чая и сигареты, да, какой-то такой, не знаю, Елена Анатольевна, которая вечно запыхавшись, спускалась, так, где, что, быстро, она как-то очень все, ну, по-деловому, со всеми, здрасте, здрасте, ну, вот этого расшаркивания, естественно, не было, да и негде было в этих узких коридорах, переходах, прибанниках, там, подвалы расшаркиваться, понятно, это было смешно, если бы тут еще была какая-то закулисная интриганская история, которая в любом театре расцветает. Там не было для нее места. Не было для нее места, не было метафизически для нее какого-то повода, потому что, Леша, любой с улицы мог прийти и сказать, вот у меня есть идея поставить, да, и, ну, никому бы в голову не пришло, любой какой-то театр маломальский, так сказать, с портиком, с колоннами, с вахтером на входе, с какой-то охраной, зайти и сказать, я, вы кто такой, идите дальше, ну, сумасшедший пришел. И только в театре ДОК, насколько я понимаю, можно было прийти и дальше, это не значит, что любому, правда, безумцу с улицы, как бы, давали поставить, но каждому давали, во-первых, выслушивали его, если этот, его проект представлял, по мнению, там, опять же, не только у Гарова и Гремина, там было что-то вроде художественного совета, молодых драматургов, которые могли, как бы сказать, сказать, ну, там, по-разному, ну, там, не знаю, голосованием, или как-то это решалось, и люди, не обязательно с профильным образованием, то есть, закончившие там, где-то, как там, актеры, режиссеры или драматурги, а просто, надо сказать, о фестивале Любимовка, который существовал параллельно, и существует, да, и существует, привязанный фестиваль, который по всей стране, да и по, так называемому, ближнему зарубежью, СНГ, и еще далее. Ну, для всех, кто пишет на русском, да. Да, всех, кто пишет на русском, могли прислать, и могут, этот ежегодный фестиваль, присылать свои пьесы в электронном виде, их целый, так сказать, уже целая библиотека огромная, да, вычитывает, и если это не полная графомания, с точки зрения, в общем, специалистов, то, как говорится, welcome, и люди съезжаются, им предоставляют гостиницы, какие-то хостелы, какое-то питание минимальное, что для такого независимого театра, не получающего никаких денег от государства, ну, непросто, но как-то это все решалось, то есть это такой пример того, что, в принципе, можно, минуя все эти административные, как бы, иерархии, делать на каком-то вот своем уровне, по сути, это, ну, как бы явленно была работающая демократия в стране, в которой сделано все, чтобы демократию минимизировать. Вот я как раз хотела, я как раз хотела сказать, что это так интересно, что театр ДОК начинался вроде как вот такое вот упражнение самостоятельности и независимости в период, когда все это еще жило и в больших пространствах, и потом, когда в больших пространствах это сужалось, театр ДОК, он как бы продолжал это все развивать и рассыпать, в общем, по поколениям просто. Одно поколение за другим поколением учились в театре ДОК вот этой свободе, независимости и ответственности за свою работу. Да, вот тут, ну, как бы, продолжаю ваши слова. Никто не читал, что называется, нотации, морали, не было какого-то каких-то планерок, идеологических. Ну, насколько я знаю. Может быть, и были, но я никогда... Ну, я думаю, что они на кухне больше, наверное, Миша с Леной разговаривали, вот такие вещи обсуждали друг с другом. 20 лет сотрудничества с театром ДОК я ни разу не слышал, чтобы, значит, так, ребята, мы решаем вот так, а не так. Это как-то происходило само собой, поскольку были живые примеры тогда еще. Леню, да, но тогда еще они были живы. Лена Анатольевна и Михаил Ильич, которые просто вели себя так, как, ну, не навязывает, но я даже не знаю, как это происходило. Как-то люди понимали, вот сейчас многие, что называется, мы переживаем очередную волну такого осознания того, что те, кого ты считал своими, там, коллегами, друзьями, в ком более-менее был уверен, что ты знаешь человека, как люди говорят, разбираешься в людях. Выясняется, что, ну, происходит этот, как это назвали, назвали френдацит в соцсетях, когда люди вдруг занимают позицию, ну, не то, что неприемлемую с какой-то нравственной точки зрения, еще, но просто пугающе, как бы... Вызывающе в ответ. Да, вызывающе. Я вот понимаю, что любое вообще такое схождение в эту тему предполагает практически не то, что тонкий лед, а просто, ну, как бы... Часто обрушение, наверное, Людмила. Да, обрушение просто туда, потому что ты попадаешь в эти темные воды дискуссии о том, что, а где вы были, а что вы это, а истина посередине, откуда ты знаешь, что так, а ты черпаешь из этого источника, а ты альтернативный, а вот мы из этого, а у нас есть там, у тебя есть там знакомые родственники, а вот у нас есть, и как бы это все тонет в этой вот схоластических этих построениях, но надо сказать, что вот мы как бы говорим о некой эпохе, о золотом веке, вот этот театр ДОК, когда были живы его бессменные основатели, бессменные не потому, что их там выбирали или не выбирали, это был, наверное, их отчасти, можно даже сказать, ну так, грубо говоря, семейный проект, да, вот супруги... Ну, какое-то дело жизни, какое-то дело жизни, в которое им было важно. Это не была какая-то такая игрушка меценатская, какая-то барская типа, а давайте сделаем театр как крепостных, как вот может быть. Нет, это... Они так жили и позволяли, как не просто позволяли, а приглашали так жить тех, кто хочет, кто, возможно, не нашел себя в так называемых вот этих вот больших государственных театрах или нашел, но... Но хочет еще что-то делать. Да, и хочет еще что-то, потому что для тех, кто... Я тоже сотрудничал параллельно с другими театрами, я понимал, что театр ДОК это то, где я могу... Это для души. И так мне казалось. А оказалось, что это не только для души, а то, что еще называют для портфолио. Потому что, я говорю, театр ДОК вот сейчас даже здесь, ну там, за границей, ну это давно уже, это такая, как пароль. Ты произносишь, что я... Это репутационная такая галочка, которая безотказно работает, да. Да. Потому что, вот я помню, была четкая эволюция, когда приходил там на какой-нибудь кассинг, на пробы, спрашивали, на тот момент я нигде, в общем, не работал, но были у меня там спектакли в театре ДОК, и театр ДОК, и люди где-нибудь там, какие-то ассистенты, режиссеры, или кто-то, я не знаю, это было в самом начале нулевых, а ДОК, что за ДОК, как это ДОК, в смысле, как собака, или ДОК, ДОК, ДОКеры, нет, документальный театр. А, да, есть такой театр, а, понятно. И по их лицам было видно некое не то, что разочарование, а ну парень в какой-то студии самодействия. А потом случилось, вот я не знаю, как это произошло вдруг для меня неожиданно, ну как бы, вот просто так случилось, что когда-то я так несколько, ну не стыдливо как-то так застенчивый, ну я служил там в театре, не знаю, вы нам не знаете театр ДОК, как ДОК, ну конечно знаем, да, здорово, слушайте, а мы там были, или там это наш один из любимых. И это вот произошло вот как-то, и уже нельзя было говорить, что, ну это что-то там, мало ли, грубо говоря, такой приют для неудачников, для отведших. Не-не-не-не, мне кажется, он изначально был каким-то таким местом, вот мне кажется, Лёш, как человеку, который в это время работал в других местах, мне кажется, это всё время было такое, ну для Москвы, во всяком случае, а потом это распространилось, мне кажется, и на другие города, куда уже театр ДОК ездил с гастролями. Это было всегда такое, что-то очень загадочное, очень привлекательное, и то, куда надо было сходить. Ну вот мне кажется, прям с самого начала, потому что, я помню, как тогда на кислород я попала только потому, что я была директором фестиваля НЭТ, а так бы я в жизни не попала никогда на этот спектакль. Да, да, я вот тоже наблюдал такое, что вот среди публики, как правило, скажем так, демократично одетые, ну было понятно, что это условная интеллигенция, интеллектуалы, как это ещё добавляют некоторые, вшивая интеллигенция какая-то, пришли, значит, в стоптанных туфлях. Вот, попадались вдруг люди, от которых, что называется, разило такое облако дорогого парфюма, одеты, как бы они там казались, на первый взгляд, какими-то вставными зубами. А потом их стало больше и больше, и это... Больше и больше. И самое главное, знаешь, Лёш, мне кажется, что эта стилистика, то, что начиналось в Театре ДОК, это пошло на другие сцены. Потому что вместе с актёрами, вместе с режиссёрами, ведь и драматургов начали ставить в середине, ну, в первой половине десятилетия двухтысячных уже, там, и Могучий начал приглашать и ставить современную драматургию, и в Москве, в разных театрах уже, там, и Кирилл Серебреньков поставил массу всего, и Табаков открыл двери тогда МХАТа для этой новой драматургии, для новых людей. Мне кажется, это было просто ощущение того, что вот оно настоящее, что нельзя пропустить. Никаким образом. Лёш, у нас немножко времени осталось, и я просто всё-таки хочу... Понимаю. Да, это прям, знаешь, как быстро пролетает вообще, незаметно. Я всё-таки хочу сказать, что мы, наверное, в следующий раз поговорим, я позову Настю, потла, и мы поговорим уже вот от этой второй части театра ДОК, которая для меня, например, не меньше важна, когда театр и Елена Анатольевна, и Михаил Юрьевич начали понимать, что если уходит из общественного пространства какой-то разговор, необходимо его делать в театре. То есть если в общественном пространстве закрываются вопросы разговора открытого о правозащите, о притеснении людей, о процессах каких-то, то они начинали делать это всё в своём пространстве театра ДОК, чем вызвали страшный гнев властей и преследование. Я очень хочу тоже об этом поговорить. Лёш, спасибо тебе огромное. Я тебе желаю удачи. Мы сейчас с тобой поговорили, знаешь, я прям почувствовала себя немножко в другом времени, в непространстве. И спасибо большое всем, кто причастен к театру ДОК за это ощущение. Да, да. Спасибо. Я толком ничего не сказал важного самого, кроме его действительно слов «спасибо». Это главное, что есть эта эмоция, которая вот сейчас это почувствовалась. О том, что это настоящее самое важное. Да, в жизни. Всё, спасибо всем большое. До встречи ещё в программе «Без антракта». Лёш, тебе удачи. Будем на связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok